Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел», что означает, как не то, что он и нисходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем, и в нем научились, так как истинно вы, Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Глава пятая Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блутые всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть, посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, Поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Глава шестая Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливости. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облетитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всём известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир, братья, мы любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 345-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 56-й книги Библии «Послание апостола Павла к Ефесянам». Отрывок для чтения на сегодня, главы с 4 по 6. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Благая весть сегодня касается духовных доспехов, данных Богом для победы над дьяволом. Читаем в 6 главе послания Ефесянам, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». В этом коротком стихе подчеркивается идея Божьего превосходства. «Укрепляйтесь могуществом силы». Все эти слова не оставляют сомнения в том, что победа будет на Божьей стороне. Читаем далее 11 стих 6 главы послания Ефесянам. «Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Этот стих указывает, как именно можно укрепляться Господом и могуществом Его силы, есть Божье всеоружие. В нем сосредоточена сила для борьбы с дьяволом, несмотря на все его козни. Слово козни по-гречески методея, отсюда наше слово методы, несмотря на все дьявольские методы, уловки, ухищрения, Божьей силы достаточно, чтобы их преодолеть. Против козней дьявольских можно стать, можно устоять. Далее 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Фраза «плоть и кровь» используется в Священном Писании для обозначения человеческих существ. Вот что написано во второй главе послания к евреям, в стихах с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». В этом отрывке противопоставляются ангелы, которые по своей природе есть духи, семени Авраамову, тем, кто из плоти и крови, человеческим существам, одним из которых стал и Иисус Христос. «Потому апостол Павел говорит, наша брань не против людей, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Битва наша не против людей, а против тех, кто использует людей, против духов злобы. Одним из ярких примеров использования людей духом злобы является эпизод, записанный в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в стихах с 21 по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Важно всегда помнить, что любой противник истины, противник Бога, это не столько сам человек, сколько тот, кто стоит за этим человеком, кто провоцирует его, возбуждает его. Важно помнить, что главная война идет против духовных сил. Эти силы представлены здесь как хорошо организованная армия, начальство, власти, мироправители, духи. Все эти слова описывают разные уровни иерархии ангельских существ. Иерархия — это едино как для Божьих ангелов, так и для ангелов сатаны. Вот как описаны Божьи ангелы в первой главе послания к Ефесянам в стихах с 19 по 21. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем. Когда часть ангелов Божьих пошла за сатаною, они сохранили свою организованную структуру. И теперь владычествуют на земле. Это мироправители тьмы века сего». Четко назвав противника, апостол Павел дальше продолжает. 13 стих 6 главы послания к Ефесянам. «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Осознавая, с каким серьезным и могущественным противником приходится вести борьбу, верующим необходимо оснаститься соответствующими доспехами – всеоружием Божьим. Здесь в 13 стихе упоминается некий «день злый». О чем идет речь? Слово «злый» есть перевод греческого «понерос», которое встречается в 16 стихе 5 главы послания к Ефесянам. Давайте прочитаем стихи 15 и 16. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Здесь слово «понерос» переведено как «лукавы». Слово это таким образом описывает не какой-то особый конкретный день, а в целом качество времени, в котором мы живем. В книге «Откровения» в 12 главе в 12 стихе написано «Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». После победы, которая была одержана на Голговском кресте, дни дьявола сочтены, и это приводит его в особую ярость. Однако этой ярости можно противостать. Исследуемый нами 13 стих 6 главы послания Ефесянам говорит «Дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Далее, начиная с 14 стиха, апостол Павел перечисляет духовные доспехи. Читаем 14 стих «Итак, станьте, припоясав чесло ваше истинною и облегшись в броню праведности». Важно помнить, что апостол Павел пишет эти строки, находясь в заключении. В 1 стихе 3 главы написано «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». В 1 стихе 4 главы «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны». В 20 стихе 6 главы «Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Из 28 главы книги «Деяния апостолов» из 16 стиха мы узнаем следующее. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Апостол Павел потому очень хорошо знал все доспехи римского воина. И он описывает здесь как раз таки снаряжение римского солдата. Итак, как же одержать победу над дьяволом? Первое, что говорит апостол Павел «Встаньте» или «Встаньте» — это положение тела, показывающее готовность к действию. Важно помнить, что мы находимся на поле битвы. Далее сказано «При пояса в чресло ваши истиною». Истина — это первое оружие. Слово «чресло» описывает поясницу, бедра. Солдат одевал пояс, чтобы туника не мешала свободе движений. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 32 стихе сказано «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Знание истины есть великое оружие против дьявола. Далее в 14 стихе сказано «И облегшись в броню праведности». Праведность — это жизнь в соответствии с истиной. Праведная жизнь является сама по себе действенным оружием против дьявола. Это броня. Прочитаем теперь 15 стих 6 главы послания Эфесянам. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Оказывается, для того, чтобы противостоять дьяволу, нужно проповедовать, провозглашать благую весть. Эта истина многим на практике известна. «Человек, который занимается служением для Господа, рассказывает другим о Божьей любви, находится под Божьей защитой и гораздо менее уязвим, чем тот, который бездействует. Готовность благовествовать мир является оружием». Здесь важно подчеркнуть, что сказано именно «благовествовать мир», а не «благовествовать миру». Во втором послании Коринфянам в пятой главе стихи 19 и 20 говорят «потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». «Мир, который нужно провозглашать, это мир во взаимоотношениях с Богом, благодаря жертве Иисуса Христа». «Осуществляете ли вы служение проповеди мира? От этого во многом зависит, сможет ли дьявол вас победить». Прочитаем теперь 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». Щит, который упоминается здесь, это деревянный щит, склеенный из нескольких слоев дерева, покрытый кожей, довольно большого размера, за которым можно спрятать все тело. Когда в такой щит попадала стрела, обвязанная паклей, просмоленная и горящая, щит вибрировал и с легкостью ее гасил. Вот такой силой обладает вера, она угошает все раскаленные стрелы лукавого. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в четвертом стихе написано «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». И, наконец, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». В первом послании Фессалоникийцам, в пятой главе, в восьмом стихе написано «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Шлем спасения или шлем надежды спасения – это великое оружие, уверенность в Божьем спасении, обретенный опыт спасения в Боге, дает силу для борьбы с дьяволом. Последний доспех здесь – меч духовный, Слово Божие. В послании к евреям, в четвертой главе, в двенадцатом стихе написано «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Знание Слова Божие обеспечивает защиту от врага. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог обеспечил нас средствами для победы над врагом. Несмотря на то, что дьявол и все его ангелы намного могущественнее и сильнее любого человека, верующему, благодаря духовным доспехам, обеспечен доступ к победоносной божественной силе, и это благая весть. Субтитры создавал DimaTorzok